Короче говоря, летние каникулы. Я проснулась не как обычно. Я проснулась рано утром от того, что мне стало очень жарко. Я увидела в окно, что наконец-то наступило лето. А значит начинаются безумные летние каникулы. Я собралась на улицу. Тетя Софи играла в кроватки и сказала. Нет, Юми, вообще я видео в ТикТок снимаю. Попроси Эйвена. Папа Эйвен валялся пузом кверху и сказал. Нет, Юми, ну ты что, не видишь, а я в Инстаграм видео снимаю. Попроси Мишу. Мама Миша была очень увлечена игрушкой, из которой выпадает вкусняшка и ей было не до меня. Кстати, а если ты хочешь посмотреть рунтур по нашей новой комнате питомцев? Как теперь у нас там? И как все организовано и что новенького мы купили? Сходи потом на наш канал Magic Family, где мы снимаем вместе с Аней. Ссылка ты сам знаешь где, кому я объясняю. А моя подруга Тиса Алиса сказала. Ты что дурочка, только самоубийца сейчас хочет на улицу. Всем что, пофиг, что наступило лето, это вы все дураки. А я лично отмечу его как никогда круто. Я вышла из дома. Солнце было очень яркое и я не могла никак открыть глаза. А еще вокруг кругом летали пушинки одуванчиков. Они облепили мне все лицо. Я вообще ничего не могла видеть. Я надела солнечные очки, но на них стекал пот. И это было еще хуже. Я решила побегать по прохладной зеленой травке. Короткая дрова исколола мне все лапы. А длинная постоянно лезла в морду. Тогда я подумала, что надо не бегать, а лежать. Но меня за попу кусали муравьи. А в нос и глаза вечно лезли в ухи. Я хотела съесть всех этих муравьев. Но меня обожгла крапива. Я решила поиграть на площадке, где нет травы. Но асфальт был очень горячий. Обжигал лапы. Даже ящерка тут сдохла. В смысле, умерла. Покойся с миром. Я попробовала сидеть на песке. Но он прилипал к моему потному телу. И в итоге я была вся в песке. Я попробовала сидеть на горе камней. Вдруг они прохладнее. Но камни кололи попу. А на высоте адская жара была еще сильнее. Я решила спрятаться в тенечек. Но через 5 минут солнце дошло и туда. Я спряталась в другой тенек. Но солнце снова дошло туда. В другой. И сюда солнце дошло. Оно будто преследовало меня. Это солнцеманьяк какой-то. Тогда я кое-что задумала. Я решила взять зонтик и сидеть под ним. Ну наконец-то я смогу наслаждаться спокойно. Мой зонтик унесло внезапным порывом сильного ветра. Было очень жарко и мне захотелось попить. Но вода была горячая как кипяток. Тогда я решила сделать себе летний коктейль со льдом. Чтобы хоть немного охладиться. Я налила себе полезный сок. Открыла морозилку. Вот сейчас там точно будет кайф. Забавила туда лед. Залезла на диванчик на улице. И только я захотела пить свой коктейль. И я поняла, что пока я не шла его до дивана. Через весь дом лед растаял от жары. И сок стал невкусный. Тогда я решила, что чтобы охладиться лучше поесть мороженого. Я открыла морозильник, но там были только мороженые ягоды. Я попыталась конечно их грызть, но это было вообще невкусно. И я решила купить мороженое. Я взяла ключи от Аниной машины. Одолжила у Ани 100 рублей, хотя она не видела. Но я потом ей скажу, может быть. И села в машину. В машине было еще жарче тем на улице. Я включила кондиционер. Стало очень холодно. Я выключила кондиционер. Поехала в магазин за мороженым. Купила мороженое. Поехала домой. И дома, когда я решила насладиться своим мороженым. Я обнаружила, что оно все растаяло и стало теплым, пока я ехала домой. В итоге это было невкусно. И я вся была в этом липком мороженом. И вот я придумала, чтобы утолить и жажду, и было не так жарко, надо просто искупаться. Я нашла Анины тапки, но ее самой нигде не было. И она не могла отвезти меня на речку. Поэтому я стала искать, в чем бы мне искупаться. Цветочный горшок. Он слишком узкий и тесный. В маленьком ведре было слишком тесно. В большом ведре все равно было мало места. Может тут и воду набирать не надо? Тогда у меня точно будут блохи. Огромная ванна от бетонной мешалки тоже не подходит. Лейка нет. Ооо. Я нашла старую ванну тети Софи. В ней когда-то разводили краску. Но мне уже было пофиг. И краска же уже засохла. Я включила воду. Вода из шланга полилась во все стороны. Шланг дергался как будто живой. Но все-таки я схватила шланг. Я усмирила этого дикого питона. Потихоньку, держа его аккуратно, я дошла до ванны. Но он все равно пытался вырваться все время. Но все-таки мне удалось направить его. И вода начала набираться. Вот теперь-то будет кайф. Солнце продолжало печь. И вот вода ванне набралась. Но остальные были тут как тут. Они залезли в ванну первой меня. В итоге, всем вместе нам было там очень тесно. От наших тел вода нагрелась моментально. Я психанула на всех. И я решила просто посидеть в укромном месте. И почитать книжку, наслаждаясь летней погодкой. Но сначала меня укусил один комар. Потом второй. Потом третий. И тут я не выдержала. Я включила лампу от комаров. Но комарам было пофиг на лампу. Они все равно летали вокруг меня. Лампа эта дурацкая не работала. Они жужжали и жужжали и искусали меня всю. Мои нервы были на пределе. И я решил пойти домой. Я долго-долго не могла уснуть в своей кровати. Потому что у меня все чесалось. И я никак не могла успокоиться. И когда я наконец-то уснула. Мне приснился сон, как наступило лето. Без комаров, мух, песка в трусах, растаявшего мороженого, дикой жары и хитрожопых друзей. Но видимо это и есть настоящее лето. А идеально бывает только во снах. Короче говоря, летние каникулы. Ставь лайк, если хочешь еще таких же, короче говоря, от остальных питомцев. И пиши в комментариях, как проводишь лето. Подписывайся на наш канал, чтобы мы набрали 3 миллиона. И иди скорее уже смотри room tour по нашей новой комнате питомцев на Magic Family. Поехали. Аплодисменты. Иди скорее. Аплодисменты.